Доброе утро, Саша! Действительно, мода на необычные даты для бракосочетаний продолжается во всем мире, в Евпатории в частности. И в 2020-м такие даты уже были, и обсудим мы это сегодня с главным специалистом Евпаторийского отдела ЗАГСа Еленой Ломакской. Елена, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как часто выбирают именно такие необычные, интересные даты для бракосочетаний Евпаторийцы? Это очень часто. Они часто выбирают даты. Допустим, в этом году, как 2020 год, популярными датами становится, конечно же, февраль, так как он имеет двоечки. На сегодняшний день, 22 февраля, подано 10 заявлений на брак. А насколько это много для февраля? Сколько в среднем за день регистрируется браков? Ну, февраль не является популярным месяцем среди молодоженов. Больше является, это, конечно, конец лета, начало осени, но больше, чем в прошлом году. А расскажите, сколько браков уже зарегистрировано в Евпатории с начала 2020 года? На сегодняшний день зарегистрировано 70 браков. Это чуть побольше, чем в прошлом году. Еще была необычная дата, это 2 февраля. Сколько браков было зарегистрировано тогда и как много желающих было? 2 февраля в этом году выпало на воскресенье. Это, конечно же, был выходной день, поэтому мы не регистрировали. Но зато 22 февраля, как я уже выше сказала, что будет 10 браков. Ну, наверняка было много желающих, которые наверняка расстроились, что это выходной день. Расскажите, Евпатория достаточно долго была в лидерах среди бракосочетаний по всей республике. Продолжается ли эта тенденция сейчас и лидируем ли мы в 2020-м? Немножечко мы отстаем по бракам, но зато мы являемся одними из лидирующих по регистрации новорожденных. Браков в прошлом году поменьше, тенденция немножечко снижается, но в этом году мы постараемся увеличить. А сколько у нас разводов? Я знаю, что в среднем по всей стране статистика это 53% разводов. А сколько в Евпатории? На 100% браков примерно около 30%. То есть браки у нас достаточно крепкие сейчас? Да. И есть еще такая народная примета, поверье о том, что в мае ни в коем случае нельзя выходить замуж. Мне об этом постоянно говорят родители и родственники, особенно те, кто постарше. Расскажите, пользуется ли это популярностью среди евпаторийцев и действительно ли не регистрируют браки в мае? В мае у нас подают много заявлений. Наши молодожены не обращают на такие традиции никакого внимания. И по статистике майские браки являются одними из самых крепких. Расскажите, сколько было новорожденных в этом году в Евпатории? Зарегистрировано на сегодняшний день 140 новорожденных. Буквально 31 января мы зарегистрировали сотого ребеночка. Это достаточно много, да, за полтора месяца? Это хорошее количество. И достаточно долго было очень популярно называть детей необычными, какими-то заморскими именами. Расскажите, продолжается ли эта мода сейчас в Евпатории? И какие самые необычные имена уже были зарегистрированы в 2020 году? Мода продолжается на старославянские имена. Это Далимир, Любодара, Мелада, Светыгор. В этом году у нас стали редкими именами это Аполлон, Альяна, Гирей, Хава. Спасибо вам большое, Елена. Я надеюсь, что продолжим мы в том же духе. И у нас будем снова в лидерах и по количеству рождаемости, и, конечно, по количеству заключения крепких браков и как можно меньше нам разводов. Спасибо большое. На этом наш эфир заканчивается. Я передаю слово коллегам из Симферополя. Спасибо, Настя. Ну, мы тоже желаем вам крепких браков и, конечно, побольше детей, а еще хорошего настроения и добрых вестей. Ну и напоминаем, что с нами на связи была Анастасия Крапивина и Евпатория непосредственно. Анастасия Крапивина и Евпатория.